Мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, что ты разбрасываешь свои игрушки. Попросила её сейчас убрать игрушки. А она недовольная сидит, не хочет прибираться. Всем приветик. Так, что мы сегодня оденем? Что ты хочешь одеть, дочь? Клювочку хочу. Нет, я хочу вот эту серенькое платьишко. Ой, не надо серые платьишки. Что бы нам с тобой такое одеть? Может быть вот такие джинсы с пеликанами? Хочешь? Да. Классные, да? Это фламинго. Ой, фламинго, простите. Передумала она, решила одеть платье. Вот такое платьишко решила одеть. Это мама выбирала. Мама выбирала, да. Нет, ты предложила. Это мама выбирала. Мне так приятно было читать комментарии под видео Лёши. Вы все просите влогов. Если честно, то я от самой идеи влогов не отказалась. Я отказалась от этого на время, потому что, ну, не знаю, немножко я подустала от показа своей жизни, от того, что мне пишут в комментариях. В основном, конечно, пишут хорошие комментарии, но бывают такие комментарии ужасные, просто хейтеры, просто больные люди. Вот честно, вот настолько больные люди. Ну, бог им судья. Точно. Точно, даже Алиса понимает, о чем речь. Но что я решила? Я приняла такое решение, что у меня на канале будет разнообразный контент. Это будут и влоги, будут и челленджи, будут и просто небольшие видео, в которых я буду показывать что-то, вот что я захотела показать, допустим, в настоящий момент. Вот я просто скажу, ребята. Давай. Это не простой глобус, это точил как глобус. Видите там зеленое? Я там заточил карандаш. Купила себе игрушечку, да? Это... В школе. Хотя мы до школы еще, конечно, с тобой. Нам рано о школе думать. Я знаю, знаете, тоже. Но уже пора готовиться, да? Да, вскоре. Ну, ты моя умница. Например, мы у Алисы сделали в комнате небольшую перестановку. Я хотела вам показать только этот момент. Но меня останавливало, что мне снова будут писать. Юля, мы думали, будет влог, а ты показываешь какую-то полку. И знаете, меня все время это останавливает. А потом я себя словенала на мысли, что... А что плохого в том, что я буду делать вот такие даже небольшие видео, помимо влогов. То есть, допустим, будут влоги, будут челленджи, потому что я хочу играть со своим ребенком, хочу это показывать вам. Поэтому не удивляйтесь. Теперь на моем канале Мили Ваниле будут разные видео, разные тематики. Они будут выходить чаще, потому что меня больше уже ничего не останавливает. Если я захочу что-то снять маленькое, коротенькое, я буду снимать и буду добавлять. Алисунька своих бабочек вам показывает. Вот разных. Можно бабочек? Вот так она уже у нас рисует. Знаете... Алис, все, пошли. Давай показываем новую вот эти стучки. Алиса готова все показать. Ребята, посмотрите. Вот это новая курочка мы покупали с бабой. Это я покупала с бабой Инной. И это я покупала с бабой Инной. И это я с мамой и с папой покупала. Это давно у мамы было уже. А это у бабы тоже. Да. Ой, какая красота. А там много игусочек. Да? Да. Ну вот. Ребят, снимаем влог. Не переживайте, влоги будут. Так. А что мы эту резинку не одеваем? Оденем. Потом. Ты моя хохотушка. Пью! Эус. Эус. Вот такой купила себе блеск для куб. Бесинка, открой, пожалуйста, мне. Я тоже. Я хочу накрасить. Тоже хочешь? Ребята, вы знаете, наша дверь помирает уже. Так, не надо. Без подробностей. Посмотрите, она уже вся открытая. Покрытая. Посмотрите туда. Я очень быстренько. Чика-чика-чика. Все, пошли. Кто-то разбил дверь. Не скажу, кто. Да, ребята. Еще одна из причин, по которой мы не хотим особо снимать влоги. Вот. Тяжела жизнь блогеров. Двери разбивают, да, Лисинка? Да. Преследуют, двери разбивают. Ужас. Это какие-то мальчики разбили опять. Да. Помнишь, нам следуют те мальчики? Угу. Ну, папа их пусть прятал, да? Папа их нашел в подъезде? Да. Вот нет, которая там. Которая... Короче, ребят, недавно был случай. Давно уже. К нам пытались тут. Ну, недавно, месяц назад, наверное. Пытались к нам тут проникнуть. Мальчики одни. Это было ужасно. И хотели разбить нам дверь. Ну, мы их поймали. Да, хоть поймали. Да. Ой, Тима, солнышко. Мама, на есть одну новость. Ой, твои подружки уже бегут. Уже подружки Алисины бегут. Алиси. Да, баба, посмотри, у меня там всякие подводные серии есть. Ага. Так, сейчас баба. Я смотрела твои... Видите. Давай пока погоняем голубей. Так, не буду показывать девочку, потому что, ну, без родителей, наверное, не стоит этого делать, да? В общем, она уговаривает Алису сейчас погулять. А Леша нас ждет уже в машине. Они убежали голубей гонять. Сейчас звоню бабе Лене. Может, баба Лена захочет погулять с Алисой, но ей некогда сейчас. Так. Мама, слушай, тебе некогда с Алисой погулять? Давай выйдешь, они прям пищат, не хотят никуда уже идти. Алиса, баба Лена идет, подожди. Ура! Ура! У тебя рука на площадку ее там... Сейчас папе скажу. Ну все, подружки от меня убегают. Убегают прям в наглую на детскую площадку. Убегают прям в наглую на детскую площадку. Хулиганки. Ну, ладно, мама сейчас выйдет. Хорошая у нас погода прям супер. Очень тепло. Алиса, считайте, без колготок, в носочках. Ладно, гуляйте, сейчас баба Лена выйдет. Ура! И мы поменяемся. Так. Ну, я на камеру не буду тебя снимать, тебе же надо у родителей спросить. Может, тебе нельзя. А если можно, то можно. Нет, давай будем играть. Потом прогулочки. Нет, не надо, там мелочи. Поэтому пока просто гуляйте, а я сама с собой поболтаю. Все, просятся уже в кадр, девочка. Так. В общем, смотрите, одела сегодня кофточку. Мне нормально, ни жарко, ни холодно. Я сниму кофту, ладно? Алиса уже кофту снимает, слышите, да? Все, вот она разделась. Вот она, баба друга. Ладно, я без личика покажу, хорошо? Так, и со спинки. Одела брюки. Видно, нет? Вот брюки одела и одела кроссовочки. Но они у меня со стразиками. В общем, не такой уж прям сильно спортивный стиль. Я эти кроссовки покупала в Альдо. Альдо, по-моему, называется, в Дубае. Они у меня здесь идут со стразиками. Но я не знаю, как мне их так зашнуровать, чтобы стразики было видно. Ну, в общем, не знаю. Еще немножко поношу, наверное, и все. И до свидания скажу. Хотя они удобные, но вот что-то меня в них смущает. Вот. Наверное, смущает то, что они у меня начали вот здесь вот трескаться. Ну, и трескаться, и есть складка. Хотя классные, конечно. Очень мягкие, удобные. У меня нога худая. Поэтому у меня все сидит не так, как должно сидеть на мне. Здравствуйте, Риха. Ну, все, мама дождалась, наконец-то. Мама, Мама! О, о, о! Дружная компашка тут, да? Все, ребят, бегу к Леше, а то он сейчас меня убьет. Он ждет нас с Алисой уже, наверное, час. Даже не ожидала, что сегодня спереди покатаюсь. Привет! Здравствуйте! Не прошло ему полгода. В воскресенье с Таней идем гулять в парк. Солнечный остров. А дождь-то был сегодня? Так накрапывал его на капоте, видишь, точки. Ребят, мне говорят, что Катя Сайблер родила ребеночка уже. Мы передаем ей привет. Мы передаем огромный привет Кате Сайблер. Поздравляем ее с рождением сына. И Сашу, и Катю, и Климочку поздравляем. С рождением ребеночка. Молодцы, молодцы. Когда мы соберемся, я не знаю. Ну, не знаю пока. Все, ездим с Лешей по нашим бумажным делам. Когда это уже закончится? Вообще не перевариваю бумажки, если честно. Хотя в свое время я очень долго работала с бумагами. С доверенностью. Работалась. Даже исковые заявления составляла и в суды. Ходила сама. Выигрывала дела для людей. Вот такая дама. Ну, это из прошлой жизни. Не хочу даже про это вспоминать. Да, Леша? Почему? Да стрессовые такие ситуации были. Да нормально. Заполняем квитанции. Но мы забыли, которые нам давали. Вот новые заполняем. Так, а кто я платильщик или ты платильщик? Леша, это твои дела, а ты платильщик. А, мои дела. Ну все, мы все заказали. Я сейчас сяду в машину, расскажу вам страшную историю, которая случилась со мной вчера. И продолжилась сегодня. Это просто ужас, ужас. Со мной случилась вчера ужасная история. Мы ездили, куда мы едем. Я хочу чем-нибудь скучать неплохо. В общем, сейчас расскажу вам. Ну ты мне скажи, куда мы едем, а ты потом будешь рассказывать. Короче, мы вчера ездили в ТРК СБС. И, ну, я хотела купить себе кресло, но ничего не нашла. Мы пошли в игровые автоматы. Ну там, где для детей игровая зона. Боже мой, это дорога. Вот. Там, где игровая зона для детей. И мужчина, который стоит на 8D очках, сказал нам, у меня супер крутые новые очки. Посмотрите, какая графика. В общем, давайте быстренько садитесь. Давайте поиграйте, где-нибудь там полетайте. Алиса, конечно же, запищала. Ей все это нравится. Она обожает это все. Вот. Ужасная дорога. Блин, мне сейчас точно плохо станет. Рутяк у нас джип. Вот. Ну и все. В общем, поддались мы уговорам Алисы. Села мама. И она. Они посидели, поиграли. В аквапарке они были. А то у мамы на канале можно посмотреть, как они там верещали. Вот. А потом он мне говорит, давайте вы тоже садитесь. Ну, в общем, я тоже села. Хотя я знаю, что мне нельзя. Я ненавижу 8D, 9D. Вот эти вот все мультики, фильмы. Но я села. И Алиса выбрала такой ужасный фильм. Это просто ужас. Какие-то ветра. В общем, мы там с ней летали. Прыгали со зданий. Вот так вот. Я с вами летел. Переворачивались. И Леша тоже с нами летел. Что такое? Вот. И это. Вы представляете? И мне плохо стало. Мне стало очень плохо. Меня затошнило. Я сняла очки прямо во время игры. Но он сказал, не останавливайтесь. Иденьте снова. Я как дурочка. Но, видимо, в шоковом состоянии. Одела их снова. В общем, я добила себя вчера. Мне было так плохо. Я кое-как доехала до дома. Приехала домой. Отлеживалась. Кое-как отлежалась. И сегодня в МФЦ, пока мы были около окна от регистратора, я жевала жвачку. И я почувствовала, что она мне уже такая противная, эта жвачка. И что мне уже плохо становится. Но выкинуть ее я не могла выкинуть. Потому что мы стояли около окошка. И все повторилось заново. Я почувствовала, что мне подкатывает горло. Вот это вот ужасное состояние. Это был вообще ужас. Я не знаю, что со мной происходит. Меня тошнит. Это кошмар. Юля, ты беременна. Это кошмар. Я не думаю, что я беременная. Но меня просто тошнит. У меня какие-то проблемы с вестибулярным аппаратом, я думаю. Когда мы были в Дубае, смотрите, что со мной произошло. В общем, я сломала один ноготь. Это такой трэш. Завтра, наверное, пойду на новые ногти. Вот. Но хочу уже все снять. Сниму и буду вот этот отращивать. На него пока наращивать нельзя. Он очень сильно был поврежден. И я думаю, что я пока буду свои ногти отращивать. А на этой руке, вот смотрите, как смотрится. Длинные накатки, так красиво. Но придется мне с ними распрощаться. Хожу пока так. Иногда, знаете, заматываю лейкопластырем. Потому что мне, ну, стыдно, что у меня один ноготь такой сломанный. А сегодня забыла замотать. Я уже на камеру вам показываю. Вы сейчас опять напишите. Фу, какие ногти. Ну. Ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну ладно, пишите, что хотите. Что я теперь сделаю. Забыла я. Я же от вас ничего не скрываю. Это что ты тут ломаешь? Вламывает, что-то хибичит. Мы приехали в Табриас. Мы, наверное, сейчас купим продукты и пойдем домой. Потому что дома много дел. Мне нужно перегладить кучу белья. Вообще много дел. Стою около витрины красный клуб. Смотрите, какая красота. Я обожаю. Все такое яркое, красивое. Это клатч. Вот такие вот. Сумочки разные. В общем, здесь все такое классное. Еще мне очень нравятся вот эти вазочки. С зеркальными элементами. Маленькими зеркальцами. И рамочки. Обожаю. Но мне по цвету не подходит. Не знаю даже. Покупать, не покупать. Вот это очень нравится. Очень. Расцветка. Пандочки. Все такое классное. Какая-то новинка от 7 Days. Хочу попробовать. Мини печенюшки. А еще есть с кремом какао. А это ванильные. А, еще есть какао глазурь. Вот такую штуку вообще вижу первый раз. Брать, не брать, не знаю. Баунтик. Масло какое-то. Для Лисюни взяла крылышки, крик. Себе взяла рис и лапшу-уду. Круасанчики взяла. А это икра, Леша взяла кры. В общем, не знаю, вот правда, зачем я взяла себе рис и лапшу-уду. Леш, ты еще не все взял? Меню выходного дня, да? Да. Что это такое? Печенье с предсказаниями. Не смогла устоять. Я обожаю просто. Не знаю, меня вот до сих пор поташнивает. Ничего есть особо не хочется. Ну, взяла так взяла уже. Потому что, смотрите, распаковали, распаковали, распасовали. И уже никуда не денешься, взяла тут все. Придется покупать. Просто поздно подумала, что может меня опять накрыть. Вполне может быть, что я отравилась чем-то. Леш, Леша, слушай, иди сюда. У меня тут такие мысли посетили, что я могла провануться. Да, ну. Нет? Да, нет, конечно. Такие тортики красивые здесь продаются, всякие разные. Но я хочу взять кофе. Попить кофе. Вот, смотрите, какая красота. Обалденная. Вы посмотрите, что я увидела. Алиса у нас обожает из шоколада вот такие вот всякие штучки. В общем, здесь есть посыпочка. Это миндаль, видимо, да? А, вот миндаль, вот посыпочка и вот такой белый шоколад. Я возьму. Она обрадуется, она это любит. Но она, конечно, все это не скушает. Но так вот, побаловаться она очень любит. Такие штучки. Как вы знаете, я просто обожаю вот такие салфетки, когда нужно сделать супербыстро уборку дома. Вот, и, ну, нет времени, в общем, ведро набирать с водой, там, полоскать на тряпку. Это салфетки для уборки унитаза с антибактериальным эффектом. А это салфетки, в общем, для всего дома. Вот здесь нарисовано, что вообще для всего они подходят. Зато он через тряпочки взяла практик микрофайпер. Вот. Кофеек взяла. В общем, у меня есть подозрение, что вот когда меня вчера укачало на аттракционе, у меня похоже что-то с давлением. Не знаю, почему. Может быть, у меня еще что-то. Не знаю, я вообще. Кто сталкивался с таким вот явлением, когда после укачивания шатает еще несколько дней и тошнит, и все такое. В общем, напишите в комментариях. Ну, будет плохо, пойду к врачу. Окрашивание в синий цвет волос. Даже на темные волосы. Может попробовать. Класс. В общем, здесь есть разные оттенки. Есть синий, есть какой-то такой непонятный. Темно-зеленый, зеленый. Потом какой-то голубой. И опять зеленый. Прикольно. Вот такие у меня дома есть. На светлые волосы. Но у меня есть сейчас никак. А, вот такие у меня есть. Розовые у меня есть, синие. И зеленый, по-моему. Как-то покупала, и до сих пор стоят. Ой, для светлых волос тоже есть. Смотрите, класс. Класс, класс. Ну все, мы на кассе. Сейчас поедем домой. Клеопата. Я пришла к маме. Лева прицепил мне микрофон какой-то в камере. В общем, сейчас я тестирую его. Алло, алло, меня хорошо слышно? Нет. Мне кажется, нет. Нет? Тестируй. Ну-ка, давай. А теперь уберу. Вот такой микрофончик Лева мне подцепил. Что вы думаете? Как вам звук? Пишите в комментариях. Вот такая меховушка шла к нему в наборе. Меховушка. Роды. Микрофон рода. Пока у мамы хочу показать вам. Купила вот такую масочку. My Juicy Bottle Mask. Написано Do Not Drink. Don't Drink. Do Not Drink. В общем, не пить. Какая-то прикольная масочка, новинка. Хочу попробовать. Но это я буду делать уже, наверное, завтра. Хотите, покажу вам? Что случилось? Ой, это Алиса делала? Да. Реша зашел. Ходил сегодня на развивашку. Высохла, видимо, твоя работа. Смотри, Лена тебе передала. Красота. Можно на стеночку повешать? Да, вот тут кусочек такой. Ты моя умница. Штаны обалденные. Классные, да? Тоже манго. Манго или чин, да? Нет, манго вроде бы. Ну-ка, посмотри, что это за фирма. Здесь. Манго. Манго. Так, мама посмотрела, говорит, тоже манго. Вот манго мне подходит. Мне нравится манго. Там на кудрикоши. Съездить, что-нибудь купить. Все на кудрик шьет. Ну, у них не все хорошее, но большинство вещей мне очень нравится. Ну, что-то готово к эксперименту? Да. Да? Ребят, кто хочет посмотреть, что сейчас будет с мамой, смотрите у нее на канале. Пойдем. Привет, моя девочка. Оставила сегодня днем Алисину одежду. Спит на ней. Спит. Любимая. Ну, любимая, любимая, любимая. Любимая. Хочу ее снова сводить на груминг. И чтобы ее искупали. Смотрите, какая у нее стала шерсть. Ужасная просто. Просто ужасная шерсть. Все свалялось уже. В общем, нужно на груминг ее сводить. И нужно ее сводить на прививки. Потому что мы вот куда-нибудь улетаем, уезжаем, а с собой ее не берем. Только из-за того, что у нее нет прививок. А так можно было бы путешествовать вместе с Майсей. Вместе с Майсей. Алиса! Так. Алиса сейчас пойдет с моей мамой гулять на улицу. Но я не пойду. Я вот реально чувствую себя не очень хорошо. Не знаю. Не могу прям до сих пор себе прийти. Вот, одену ей кофточки. Это мы все привезли из Дубая. С собой брали. Все перестирала. Сейчас нужно все перегладить. Очень много одежды. Очень много вещей. Очень много. В общем, буду сейчас, наверное, гладить. Мама у меня дала розовую свою точку. Там. Видите? Такая. Что-то мы вот не нашли специально для песка ничего. Хотя у нас были некоторые и лопаточки были у нас, и крабельки. Ну, что нашла, то нашла. Дала Алиса с тобой. Это мамина. Да. Ей уже не нужно. Для порошка не нужно. Да. Можешь играть. Да. Ура! Мама, ты меня удаст навсегда? Конечно. Да. Смотрите, что я нашла. Алиска куклу раздевала, да? Это когда я носила какую-то куколку на занятия с собой. Да. А, да, Бэби Лайф. Свою, потому что болеет. Да. Носила и сюда с вызыва. Вот сюда. Вот эти вот кроссовки, представляю, эти кроссовки самые лучшие Адидас. Тканевые, тоненькие. Я люблю Адидас. Мягонькие, да, Алиса? Я не люблю Адидас. Сейчас покажу вам еще одни, которые вот мы купили. Золотые. Золотые. Это Дубай. Это уже Дубай. Вот эти кроссовки тяжелее, да, Алиса? Да, это Дубай. Да, но мы их одеваем, когда дождливая погода. Да, это Дубай. Да, Дубай, Дубай. Это Дубай. Они здесь покупали. Это в нашем городе Пустота, Дубай. Ну, прям обнимашки. Я держу. Прямо оторваться не может. Оторваться не может, пока лифт ждет. Оторваться не может. Ой, ой, ой. Я тебя тоже люблю, дочь. Обожаю, обожаю. Моя, моя. Да, улица идти надо. Пойдем. Ага. Ой, ой, ой. Ну. Любимая. Да, любимая, любимая, любимая. Все. Лед приехал. Пока. Пока, зайка. Ой. Все, начинаем. Сердечко и сердечко и сердечко. Если честно, то я даже не знаю, что со мной происходит. Вот этот вот тошнота, приступ тошноты. Даже не тошнота. Мне как будто кружится голова. Я не знаю. Не знаю, как это объяснить. В общем, у кого-нибудь было такое, что после аттракционов у вас реально как будто что-то внутри произошло, в голове, что вы не можете прийти в себя. Что вас так укачало, что вы не можете прийти в себя день, два, три. У кого-нибудь было такое? Просто я реально не могу себе найти место. Мне все время хочется полежать, потому что я немножко похожу. И у меня прям вот подпирает комок к горлу. Мне становится как-то прям нехорошо. И даже такое чувство, что я сейчас потеряю сознание. Еще немножечко потерплю. Если не пройдет, то я пойду к врачу. Я не знаю. Отвратительное состояние у меня сейчас. Прям чувствую себя нехорошо. Моя киска спит на Алисиной одежде. В общем, буду уже одежду, наверное, стирать я эту. Вот эти штаны буду стирать. Потому что после массы, как правило, остаются такие волосы, которые только стиркой убираются. Вот. Мама сейчас с Алисой ушли гулять. Я полежу немножко. Переоденусь сейчас и полежу.